Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Андрей или же Иной, и мы продолжаем прохождение Книги Часов. Поскольку локализация есть, и мне есть желание проходить, то будем проходить дальше. Кстати, в комментариях мне сказали, что нажимай на комнаты, чтобы почитать историю этих комнат, а то там сюжет, все дела. Действительно, я что-то упустил в этот момент, поэтому давайте проникнемся сюжетом. Ну и если вы ждите экстремального экшена, то, конечно, это все-таки игра про библиотекаря, про погружение в оккультные искусства, так что особо не расслабляйтесь. Итак, старушка привратника. На протяжении пяти сотен лет, во времена вочины, курии и отдела, при доме всегда обитал смотритель, который чистил дорожки и пропалывал огород, а в пригожие дни еще и чинил крышу. Сейчас смотрителя нет, но крыша домика до сих пор борется со штормами залива Брэнкенбаг. Вотчина. В шестом веке де Вульфом был, пожалуй, титом баронов Бранкграгских. Остров оставался их вочиной вплоть до 1759 года, когда безумие и смерть положили конец их роду. Грустненько. Итак, что тут у нас дальше? Башня Дозорного в фойе. В одиннадцатом веке Брэн Брестонский возвел башню и ворота, чтобы защитить аббатство святого Брэндона, которому еще только предстояло стать домом Безмолвия. Позже бароны де Вульф укрепили ворота против своих многочисленных врагов. Однако время шло, и дом перестал быть крепостью. А когда им завладела Курия, на этом месте обустроили комнату ожидания для тех посетителей, которым можно было не уделять немедленного внимания. Угу. Что у нас здесь? Башня Дозорного в второй этаж. Эта комната нравилась не безызвестной Эви де Вульф, первой и последней баронессе Бранкграгской. Быть может потому, что на этой стороне дома почти ничто не напоминало о ее бедном отце Валентине. Или потому, что отсюда можно было подслушать разговоры ждущих внизу гостей. А может просто из-за того, как бледный свет лился здесь в окна в последние дни зимы. Вот можно практически начать писать дерево вот этих Эва де Вульф там у ней, там отец Валентин. Как они тут все выживали. И обсерватория. По счастливому стечению обстоятельств, прозванный бароном Тишина, Томас де Вульф, второй барон Бранкграгский, построил эту обсерваторию в 1576 году. Как раз вовремя, чтобы пронаблюдать за прохождением большой кометы годом спустя. Представляете, строил-строил, это же не за один день там строится, там несколько лет. Построил эту бац, комета полетела. Неплохо, удачно устроился. Сад святого Брэндона. Братья и сестры аббатства разбили этот сад в 13 веке, в рассвет периода, который мы называем солнечной готикой. Прогулявшись здесь, можно ощутить оставленный ими мир и покой. Под открытым небом. Мир и покой. Так, зимняя башня, кабинет Соломона. В 1818 году его совокоприобраде Соломон Хашер стал третьим библиотеком Курии. Он занял комнаты в Зимней башне. Вкус Хашера был спартанским, и хотя многие члены Курии предпочитали более роскошную обстановку, после его исчезновения никто не решился обставить их заново. Никому не нужен. Пусть как будет. Зимняя башня, комната Соломона. Обычно считается самой неуютной комнатой в доме. Зимнюю башню называли Холодной, до тех пор, пока в 17 веке в ней ненадолго не поселился Джулия Косли. Маг, сочинитель и, если верить слухам, бессмертный. Соломон Хашер стал вторым за историю человеком, ночевавшим в этой комнате. Похоже, мороз их не беспокоил. Хм. Прикладной сад. В ранние дни аббатства Стоу Брэндона, братья практиковались в воинских искусствах на свежем воздухе. Неудивительно, что в годы Вочны этот сад стал излюбленным местом для отдыха воинственных и склонных к ссорам де Вульфов. Хм. Фойе. Это порог, за которым начинается дом безмолвия. Во времена Курия посетителям выдавали перчатки и тапочки из мягкой кожи, чтобы защитить книги и само здание. Часто гостей просили снять обувь. Сядьте и прислушайтесь, вас окружают истории. Ароматный сад. Он тоже был разбит во времена аббатства. Но в летние дни братьям и сестрам не дозволяло сопроводить здесь больше одного часа, дабы они не изведали искушение сладостью. У-у-у, медик, наверное, тут можно собирать. Но для этого нужен навык вот в разных кустах. Усилие. Ну, какую-то, да, часть души. И вот нужно навык с нектаром. А у меня вот навыки-то такие, кузничные навыки у меня. Лампада, кузня. Я могу ковать, наверное, что-то. Так, фойе мы читали. Пятый барон Бранкракский. Ниша с табличкой. А, господи, я на табличку нажал. Главная лестница, первый этаж. Лестница, ставшая опорой для всего дома. Грандиозный проект барона Вольтера, воплощенный в жизнь архитектором Грегори Уилком. Опоры для всего дома. Тут лестница такая, тут вообще возвышающая, высоко. Что тут? Читальная комната. Дальше этой комнаты посетители не пускали. В те дни, когда на страже дома стояли взыскатели, библиотекари порой даже оставляли читателей без присмотра. Курия. Это уже в XVIII веке тайна общества ученых выступила с инициативой создать курью, взявшую бы дом безмолвия под свою опеку. В этот период Бранкрак воистину стал сокровищницей знаний. Флот до 1896 года, когда благодаря безрассудству очередного библиотекаря дом оказался на грани банкротства. Бедный библиотекарь в чем-то ошибся. Комната Мазарин. Гордость Китти, радость всего дома. Китти Мазарин славилась вокальными композициями, но была разносторонним музыкантом. Бывало, зимние вечерами на ее сольные концерты собирались не только гости, но и избранные жители деревни. Тут у нас что? Рояли всякие. Простота является высшей целью, достижимой, когда вы преодолели все трудности. Когда вы сыграли великое множество нот, а потом еще и еще, именно простота становится вершиной искусства. Фредерик Шопен. Душа, навык нужно, навык с небом. Слушай, а у меня же вот навык с небом, в принципе, пойдет. Какая душа? Ну, конечно, Фост, потому что тоже на небо есть. И тут крафтик, да? Для рецепта уровня ученика требуется карта навыка и пятая ступень соответствующий аспект. Нужно вот немножечко мне тратить вот это воспоминание. Мы, конечно, не будем, но если придет что-то солнечное, хотя бы рецептик открыть. Как видите, тут два рецепта. Почему? Потому что наверняка вот один небо, а другой-то розы. То есть пять неба, пять розы. Тут пять неба, пять розы. Тут тоже, наверное, пятнадцать неба, пятнадцать розы и вперед. Иногда какие-то навыки, они специфические, дают больше рецептов. Но пока мы не открываем их. Так. Давайте-ка мы пойдем. Триста чайни. Мне бы заселиться. Так, я хочу, наверное, наемника какого-нибудь. Предлагаю деньги. Посмотрим, кто там за деньги придет ко мне. Здесь у нас 4-4-4. То есть, на самом деле, много кто может мне помочь. Здесь узкоспециализированные специалисты. Три сердца. А здесь пять сердцей. Ладно. Дождь. Дождь это нектар. Две чаши, два нектара, да? Три чаши. Но этого все еще недостаточно. Может, заселиться сюда, пока вот... Блин, мне нужен интерес зима, чтобы вот эту спальню лечь. А я не могу. Не могу. Кузня. Нераспакованная книга. Вальтер де Вульф. Этот бюст высечен из змеевика. Причит его местного... Вот тоже надо узнать, кто такой Вальтер де Вульф. Мы про него наверняка читали. Минуту назад. Но я уже не особо помню. Тема. Рога и бивни. Охотник. Его путь и воспоминания. Куря. Тексты. Шкаф. Место, где хорошо книгам. Но могут жить иные предметы. Можно табличку сюда повесить. Кстати, да, вот. Возможно, все шесть таблички. Это... Так, тут у нас шесть, восемь. Давай вот порядочек сделаем. Шесть лампадки. Восемь лампадки. Двенадцать лампадки. Есть еще что-нибудь? Лампадное у меня. Чаша. Разоренная комната. Когда-то это место было светлым и оживленным. Былое можно вернуть. Однако для этого нужно потрудиться. Библиотеку не подобает пачкать трухи. Ладно, давайте подождем. Посмотрим, кто у нас из наемников придет. Кто ты, девушка? Произдан в Бранкере. Инженер-консультант. Мега-инженер. Кузнец. Небесный. Лампадный. Некий инженер-консультант. Так, инженер-консультант. У меня есть что-нибудь по твоей душу? Три нектара. Блин, зачем я потратил сердце? Потому что я не знал, что дождь. Я бы мог, в принципе, с здоровьем и дождем и набрать три нектара. И она бы прорвалась сюда. Ну, хотя она может мне кузнецу открыть. Лампадку. Тут семь чашей, семь нектара. Да, это уже серьезные вещи. Ну, кузнечный навык. Кузнечный навык у нее есть. Так, флорин, пожалуйста. Нанимаем. Так, тетушка. Лестница это, конечно, не не самый верх, как говорится, развития. Но уж сколько есть. Так. Была бы спальня, я бы мог отдохнуть. На спальне нет. Так, я хочу посмотреть вот эту штуку. Телескоп. Библиотекари дома следили за движением звезд, чтобы определять свое прошлое и понимать будущее. Могу я сюда вот душу раз, душу два. Я готов, но к чему? Хм, смастерить оптический прибор. Что сюда нужно? Инструмент какой-то, линза. Воспоминания. Ну, это мне как бы ничего не дает. Ну, как бы мне дают два небушка. А, ну, два небушка мне от этого и дают. Хм. Кузнические навыки. Это из пироглифа. А если сюда навык кузнеца вложить? Для рецепта уровня ученика требуется что-то еще. Хм. Урок пироглифа. Что-то ничего не происходит, ничего не приходит в голову. У вас недостаточно лопат для рецепта пятой ступени. Но дело почему... А, у вас достаточно, но дело почему-то не спорится. Возможно, вы выбрали тот навык. Да, я выбрал навык кузни. Кузня тут совершенно не связана с лампадкой. Поэтому она такая... Че? Как? Не понимаю. Ну-ка, что у нас здесь? Никакой навык сюда не лезет. В некоторых местах вот можно улучшать навыки. Угрушки растут. Но я не могу их собирать. Ну, тогда надо деньги добывать. Просто добывай деньги. Добывай деньги и разматывай книги. Иногда надо просто вот заниматься библиотекарскими делами. Что у нас здесь? Рваные распутия. Чтобы понять, почему не были выбраны четыре пути. Неясно, был ли автор книги, обозначенный только инсалами корот, членом ордена забвенных. Свои заметки написал в 16 веке, когда, по его словам, орден был уже не так влиятельен, как в его годы рассвета. Зима. Зимние книги. Знаете, зимние книги мы положим... О, тут миллион книг. Зима. Кузня. Между прочим, кузни четыре. Довольно легко. И сердечко четыре. Книжки, которые прямо-таки хочется взять. Так, зиму себе. Это я давай себе заберу. Четыре сердца. У меня два сердца уже есть. Если бы вот это здоровье... В теории три. А у тебя тут чаша. Давай к тебе сюда. Сюда. Стол. Этот стол не подойдет. А вот этот... Вот это подойдет. У него тут как раз сердечки. Можно сюда души, навыки, воспоминания. Всякие чернила там еще закидывать. Гончая тушь. Бланк заказов. Ну-ка. Бумаги. Если мы вот эти вот запишем. Все еще топленый жир. Шесть порций. Банк утопленого говяжьего жира. Почему бы не заказать? А сколько это будет стоить? Хочу жирка. Хорошо, хотя бы чернила не потратились. Даже хор не потратился просто. Новый бланк вы получите на почте вместе с вашим заказом. Хорошо. Пойдем на почту. Сейчас скажу, там миллион денег отдать. Приложите необходимую сумму денег. Патчместерша оформит почтовое поручение. Нужно шесть пенсов. Три до два. Ладно. Шестьдесят. Значу не оставляй. Отдай мне же задачу. О, спасибо. Патчместерша подписывает и завязывает заказ печатью, а потом кладет его вместе с печатью туда, где должны храниться запечатанные заказы. Ждите три дня, командует она. Ждем. Ждем три дня. Так. Изнуренный фост. Продолжаем зарабатывать деньги, потому что свои годовые я уже трачу. Полгода только прошло. Наемные работники, они такие работяга. Как говорили во времена моей юности, день подошел к концу, моя работа тоже, но мой карман уже не пуст. Шесть пенсов. Но мой карман уже не пуст. Эх, хорошие воспоминания. Кстати, я же открыл эту лестницу. Шел у нас по лестницам. Второй этаж. По давней традиции, каждый оборон барон-банкратский помещал свое изображение в нишу на главной лестнице. Руководство Курии держало этот обычай и распространило его на своих библиотекарей. То есть, что у нас тут? Шестой барон-банкратский тут. Баронесса банкратская. Она не позволяла ей перечить и не позволяла себя найти. Он часто очищал, хотя редко был чист. Она была дочерью трех наций и ни одной не принадлежала. Интересно, что вот произойдет, когда всех правильно расставить. Наверняка это можно найти в интернете, потому что игра-то уже годик в игре. У него даже не наш метод. О, кузня либо лампада. И лампада у меня довольно продвинутая. Ну как продвинутая? Два всего лишь. Два от лампады, два от фоста. Это четыре. Плюс еще и священник там двойку мне даст. То есть, я курительную комнату очистить смогу. Потускневшая латунная табличка на двери ясно гласит. Курительная комната. Кулачки очень старого дома тревожно колышутся, обращая помещение. Остатки защитных чар, которым когда-то прибег Ван Лорен. И все еще не болезавших следов пожара. А тут что нужно? Тут что угодно на пятого уровня. Хотя вот чаши четвертого. Так, у меня все эти усталые. Усталые. Больным тристом я книги распечатывать не буду. Не дождетесь. Так. Давайте дождемся хорошей погоды. Или какое-то... Солнышко. Лампадка. Солнце 2. Навык 2. Фос 2. В теории я могу прочитать вот эту штуку. Так. Давай бумага. Душа. Воспоминания о солнечной погоде читаем. И... Навык пироглифа. Рецепта нет. Сокрытое здесь знание будет моим. Вот. Лампада откровений. Я не буду там создавать линзу Дзирде. Я буду читать. Читать книжку. Так что, читай. Трачу погоду хорошую. С другой стороны, у меня тут 5 лампады. Можно дедушку священника вызвать. А, нет. Не получится. Я же, чтобы его вызвать, я потрачу душу вот эту. Хм. И погоды уже не будет никакой сегодня. Так что, видимо, придется просто идти зарабатывать деньги. Ну, зато 18 пенсов заработаю. Либо развяжу пару ручку книжечек. Что тоже весьма актуально. Так. 10 кузней. Мне нужны все книги этого мира. Что у нас здесь? Работяга. Забрал деньги. Теперь я хотя бы знаю, что это за книга и о чем она. Так. Кэр. Я фост фиксацией возношусь и вижу все больше. Блин, фост у меня потек. Потек мой фост. Недуг. Какой-то червь незримо точит мою душу. Что у меня, черви все время лечатся нектаром? Ну, нектаром-то я, конечно, вылечу. Отдалить этот недуг можно постельным режимом, подходящим питьем, чем-нибудь зеленым и успокаивающим. И соответствующей ступенью нектара, спускающего метущую душу обратно на землю. Блин, все души мои больнеют. Это нехорошо. Сейчас что-нибудь произойдет, и мои души улетят куда-нибудь. Нехорошо. Так. Книга распада. А воспоминания мне дали какой-нибудь? Проклятие пятого глаза. Проклятие! Сомнений нет. Это проклятие пятого глаза. И теперь оно распахнуло некогда сомкнутое око моей души. Ваш фост постиг недуг. Теперь я хотя бы знаю... А, я просто... Каталогизировать книгу времен расцветов. Почему я каталогизировал ее только? Александр Пробст обнаружил копию этого труда в горном храме. В персии. Выжженные на камне другие копии все еще иногда находятся при раскопках. Тайна кузни. Собрать, блин. Фрост. Мозги текут. А, я просто перевел вот эту книгу, которая вот тут вот была. А ту книгу я еще... Что тут у нас? Снова писана на глубинном мандейском. Звучный язык. Тайна кузни. И ты тайна кузни. Так, стойте вместе. Кузницы, блин. Душат меня прям со всех сторон. У меня есть что-нибудь, что тут не выполнено? Или я просто жду, когда день пройдет, наступит утро? А, нет, я книгу читаю, да. Я рассказал эту тайну и усвоил ее уроки. Хм, так. Я читаю. Гор не говорит об обители напрямую. Впрочем, судя по множеству уклончивых метафорических отсылок к восхождению по лестнице лет, дверям сна и синему свету зари, автор знаком с незримым миром не понаслышке. Так. В то время многие говорили о рассещении солнца, под коем разумелось вторжение варварских племен с их дикарскими богами. Так, что у нас? Запишем вот эту. Зи. Зи. Так, ее сюда. Фост изнурен. Урок расцветные размышления. Это интересно. Воспоминания противоречия. Запишем. Противоречия. Что там у нас? Два лезвия, два грани. Два грань, одна луна. Хм. Две грани и одна луна. И, конечно, уже урок расцветные размышления. Давай, забираем. Можно это выучить. Усвоить урок, чтобы бросить нового гналка. Давай, усваиваем. Это никогда не вредно. Грань и лампада. Просветление. Никто дремия. Узреть то, что будет в том, что прошло. Познавшие эту науку считают конец начала, уход и возвращение сродни закатом восхода. Рассветное размышление. Выглядит как такой, скажем так, простенький навык. Давайте посмотрим, во что он вкладывается и что дает. Либо дает еще один фост, на самом деле приятненько. Либо дает фет. Это наша часть души, что странствует во снах. Хм. На самом деле в первый круг я хотел бы всякие языки вкладывать, а не навыки. Потому что языки, они такие себе. Для перевода нужны. Но, чтобы получить язык, нужно вот пришел человек. Заплатить ему. Точнее, сделать ему услугу. И только потом, когда-нибудь. Противоречие. Лампадка и луна. Ладно. Видимо, пока мы остановимся на этом. Нам еще жир там пришлет. За 6 пенсов. Баночку. Баночку жира. Блин, болезни работают. Тут нужно 5 неба. Попробуй еще 5 неба получи. Зайца прочитал книжицу. Проклятие пятого глаза. Так, ждем. Что за погода? Погода стука. Туман. Бледный покойный, как лунный свет, туман прячет из видов моря. Где у нас стук нужен? Сюда 7. Сюда 7. Сюда лампады всякие. Сюда 5 стука. Тут 3. И, конечно же, никакой души со стуком у меня нет. Какой тогда план? Что-то скрафтить тоже не получится. Стук один-единственный. Есть какой-нибудь инструмент, который стук дает. Или надо просто направить на стук. Разбитое зеркало, покрытое трещинами и засиженное мухами. Настильное украшение. Можно, как говорится, потрогать. Со стенки отодрать. И что-то дополучить. Зим, первая моя прочитанная книга. И бывший план, который с лампадой работал. Чтобы 5 лампады набрать. Теперь не сработает, потому что у меня фиксация. Интересно, я смогу больным навыком призвать мужика? Нет, конечно же, больные недуги его не привлекают. Ладнушки тогда. Пока будем просто действовать по старинке. Нанимать наемников. Смотрим, смотрим, кто приходит на оставшиеся книги. Разворачиваем вот эти книги, в которых куча болезней. О, что такое? Мне пришло что-то полезное. Что-то жирное. Это мне посылка. Любопытство, стержательство, безрассудство. Распаковать. Художница-сюрреалистка. Роза, мотылек. Чаша. Тут мне сердечки нужны. Тут чаша есть. И в принципе... Тут чаша аж 7 есть. Чаша, чаша. Чаша золотая. А я смогу 7, например, комнату с розами открыть, если... Для этого нужна чаша. Сколько у меня чаши? Одна. Ну, как бы, да, одна всего лишь. Далеко я с этим не уеду. Хм. Проездом собран краги. Художница-сюрреалистка. Но мне все-таки нужны твои услуги, поэтому... Залетай ко мне. Занеся ногу над последней ступенькой, я понимаю, что мне неожиданно трудно ее опустить. Перед глазами проплывают тени опавших листьев, а окна трещат и издают шипение. Я слышал, что мой предшественник в библиотеке Гривенюссен Ван Лорен был искусен в затворении путей. Ну, давай-ка, художница-сумасшедшая немножко, сюрреалистка, она мне поможет распаковать эту вещь. Хм. Рассвет. Солнечная готика. Ну-ка, солнечную готику. А, распакуем. Курия. Или вот... Курии вроде бы не такие страшные. Вотчина. Не-не-не, вернись назад. А то этот рассвет. Даты основания первого монастыря на острове аббатства Черного Голубя. Кузни мотылька больше общего, чем мы думаем. Всякая перемена в каком-то смысле освобождает. Звучит страшненько. Так. Копленый жир. Сердечко. Звучит не слишком аппетитно, но если добавить его к луку или луку-порею, можно приготовить густой сытный суп. А если взять картошку, как нарезанную ножом, так и нет, то можно помочь этому корнеплоду осуществить свое истинное кулинарное призвание. Прямо-таки мне подсказывают, что нужно, чтобы вот получить что-то вкусное. Попленый жир. Бум. Бахнули сюда. Тут у нас музыкальная штука. Тут, скорее всего, кухня будет. Я помню, тут где-то кухонка хорошая. Отдел. Курия. Где у нас вотчина? Вот. Надо просто вотчину переводить. И тогда ничего страшного не случится со мной. 108. Работа Эвы де Вульф о пятой истории. В частности, те, кто, как утверждается, из нее вышли великих князев в клубуках, вечных стука, возведенных в этой чины матерью гмураев. Но теперь, как утверждается, Эва чтящих рогатую секиру. Какая-то там жуть. Покровы и предтечи. Тайна чешуя. Забираем. Но 108 и как бы 4 чешуи, это... Выглядит несложно. Книги этого периода лишь изредка подвержены порче. Вот мне как бы нашептывают, что вот... Лишь изредка. Похищенная история. Публицист-агитатор Александр Спарова громит чудовищных змей, похитителей истории. Еще 4 чешуи. Ну что ж, чешуя, чешуя. Тут у нас 3 тумана со стуком. Сердечком жиром у кого-нибудь напоить с этим сердечным. И все получится. Абаджуфе. Ладно, пропустим нинючек. Может быть, конечно, какой-нибудь навычик вложить. Или тут новый сезон скоро наступит, и, может, ко мне новый человек приедет? Хм. Так, что по этой лестнице мне скажено? Третий этаж. А, ну это просто... Просто продолжается там... Что, поддерживают? Традицию у всех людей засыдать. Когда я поднимаюсь на конных стеклах, потрескивают иней, а свет режет глаза, как нож. Это очередные запретные чары Ван Лорена. Но тут уже кузня нужна. У меня кузня... Навык-то хороший, но фост-то у меня недостаточно. Что-то кузня-то у меня есть, а вот навыка, который дает кузню, не хватает. Заброшена спальня. По этой комнате гуляет вкорачивый шепот. Когда-то она была роскошная. И вновь станет такой, когда я наведу порядок. Но мне понадобится помощь, чтобы успокоить бродящий здесь неугомонный дух. Луна или Бороза? Вот тут как раз три луны-то вот в тумане. Да и какого-нибудь мужика, который с луной разбирается. И все. Я бы смог эту луну заселиться. Ну а толку я бы все равно не смог поспать в ней. Потому что это луна. Четыре кузни. Ладно. Листаем дальше. Блин, конечно, вот эти уроки меня беспокоят. Потому что есть сезон, когда, скажем так, все гибнет. Гибнет все сущее. И ты должен уроки вот эти тратить. Иначе они вот Бывает, что со временем последние нумы проходят многие и многие годы. Но когда приходят нумы, уходят даже они. Так что опасно. Давай, листаем время. Стоп, стоп, стоп. Хм, приглашение. Я получил по почте небольшой каталог продукции компании, отпечатанной на роскошной бумаге кремового цвета. В сопровождении письмене говорится, что они будут рады приветствовать меня в числе своих клиентов. Хм, компания ТРН весьма тщательно, можно даже сказать, придирчиво относится к отбору клиентов. Они редко дают рекламные объявления. Однако, всю долгую историю ее существования предоставляемые товары используются неизменным спросом. Используйте бланк и чернила, чтобы заказать интересующие предметы. Угу. То есть тут уже тоже что-то заказывать можно. Интересно. Это там я жир заказывал. А здесь я что могу заказать? Миндаль. Баночку миндаля. Баночку миндаля. Так. Судьба кого-нибудь занесет ко мне. Хм. Туман. Три стука. О, кстати. Лазарет. Неосторожные посетители наточили сюда грязь, а окна долго были распахнуты навстречу стихии. Четыре сердечка надо всего лишь, чтобы лазарет починить. Хм. Пока, пока просто пытаюсь нанять людей. Посмотрим, кто тут есть, кто там есть, кто где есть. Кто-то собирается посетить дом безмолвия? Так. Доктор Ивета Саути. Драматург, психоаналитик, филолог. Вопросы радуют ее. Не меньше ответов. Знает Рикапецкий. Ивета готова есть и пить все, что ей предложат. Такой уж она покладится человек. Дом света. Ивета греческий знает. Кервенех, кхановех. И латынь она знает, как и я. Интерес зима, интерес луна. История о нескончаемом гости. Так, у меня есть зимние книги? Вроде у меня были зимние книги. Нужно минимум... Так, зимние книги у меня вот... Это луна. О, больную книгу тебе дать? Хианическая теоплазма. Хочешь заболеть? Эти деньги стоят денег. Тайная зима. Хм. Так, тетя. Мы говорим с тобой о... Замечательный... Нескончаем гости. О глистах. Как ты относишься к глистам? Говорят, что в него вселились черви. Не до конца понимаю, что это значит. Очень боюсь, что и в бюро тоже. Подозреваю, что не смогу помочь ни ему, ни им. Сейчас меня в первую очередь интересует собственная безопасность. И тут конкретно... Конкретно книгу Стайны, чей именно зима. Тут уже есть пара участников. Сейчас мы тебе дадим вот книгу зимы. Теперь я лучше представляю меры предосторожности. Надеюсь, этого хватит. Спасибо, библиотекарь. Так, а ты кто? Небо, роза, нектар. Как специально. Вот я трачу здоровье с нектаром. И мне приходит человек с нектаром. Тут вот три нектара. А хотя ты же на четыре нектара мне сразу дашь. Небо, роза, нектар. Угу, роза. У меня есть еще роза какая-нибудь? Есть луна только. Лампадки. Так, у меня занят слот. Я пока говорить с тобой не могу. Видимо, я буду им открывать что-то, что-то скучное такое. Вот садик, например, заросший сад на три. На трешечку. Хотя, конечно, он четыре сам принес. Я бы мог ему какому-нибудь жиром напоить, например. Или чайком. Кузня. Полный чайник. Разливать его по чашкам там разным. Инструменты, священные барабаны. Кожа этого барабана принадлежала чему-то редкому. Хм. Так, книги этого периода лишь изредка подвержены порчи. Поэтому вотчину можно переводить. Переводим. А то слишком страшно. Хорошо. Хор просто изнулен. О, четыре нектара. Обряды корней. Слушай, это как раз то, что мне нужно, чтобы собирать. Мне эту книгу надо бы прочитать как-нибудь. Как-нибудь усилиться. Под дождем, видимо, надо ее читать. Когда там... Возу какой-нибудь, когда плюс там четыре, плюс два, там дается нектара. А это... Давай фост. Лишь изредка подвержены пою. Так, 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 что происходит? Визитная карточка до ушки. Бронзовую спинтри... Заплатили, конечно, как бомжатский так вот. На тебе копейку. Сколько тут нужно посетителей по этой теме? Я уже... История об этих глистах. Уже всем рассказываю про них. Ну, может быть, надо как раз один... Хотя, сказали, несколько сезонов длится. Может быть, годик. Четыре нектара. Один нектар-то я могу добыть. А вот... Так. В этой книге вообще нектар влезет сюда. Ну, тут можно вставлять вот другие навыки. Сердечко там сюда, например. Но на самом деле этот стол не подходит, чтобы с нектаром работать. Инструмент закатная арфа. Девять лет был струнную арфы. Год был морской пеной. Битва деревьев. Звучит страшненько. Дрожащий контрабас. Чем лучше он становится, тем меньше нас его понимают. Так, у меня тут кулака и жаруня. Чисто вот так вот сыграть. Вдохновение. Тут только три... А, два. Два навыка. Нету навыка кузни. Тема пряностей приправы. Вкусняшки Китлинг Райб. Бархат – это час секретов. И потому нам мало известно о вечных – мотылька, нектара, что удостоились под ее началом бессмертия. Автор сего труда, некая дружочек Кисоньки, утверждает, что раскрывает в нем рецепты как из влюбленных блюд Китлинг, так и самого бессмертия. Рецепты бессмертия, представляете? Пряностей приправы. Это вот явно навык для того, чтобы готовить что-то жесткое. Тут есть и навык обряда корней. Это чтобы собирать траву всякую. А тут, чтобы всякая жертва насыщает. Тут, чтобы прямо-таки от души покушать. Так, стол тоже не подойдет. Может, этот... Что же вы все такие унылые и не подходите мне под нектары-то? Ладно, мы сложим их сюда. Эти замечательные нектариновые книжечки. И пока просто отдыхаем. Хотя, почему отдыхаем? Я же мужика хотел нанять. Чтобы сад открыть. Я понимаю, что это... Трата денег. Которых у меня уже осталось буквально ни на что. Стоит ли вообще его нанимать? Или лучше там бесплатно мужика за фост призвать, потом там со здоровьем им поговорить? Хотя, да. Допускай. О, кстати, его можно сюда отправить. Четыре сердца. Так, давай-ка мы отодвинем, чтобы... лазарет. Иди в лазарет. Открывай мне это дело. Отчаяние. Фиксация. Я возношусь. Я вижу все больше. Так, что у нас? Приют для тех, кого мир почитает запятнанным. Приют для тех, кого мир почитает... А можно мне тут вылечиться? Ну, тут всякие чайнички. Это круто. Чайнички могут мне позволить зминое молоко. Выглядит совсем как молоко, его даже можно пить. Но только не котам и не грудным младенцам. Куколка одноразовая, но она может... Ее может крафтить. Вода из тумана. Полный кувшин. Можно разливать. Мисс Грейв Де Вульф. Этот бюст вырезан из какого-то дерева. Вишни? Сестра и ведьма. Связывает то, что не терпит разлучения. Ищите ее под луной и у кромки воды. Она жемчужина. Янтарь. Коралл. Она неприкасаема. Она неразделима. Осторожно, граничо. Так, в 15 веке на Баранкраг прибыл Натан из Генцбурга. Монахи дали ему приют, но не могли позволить иудею и уж тем паче его семье ходить по территории аббатства. Они построили эту башню, чтобы он мог жить в ней и практиковать лекарские искусства. С тех пор она сильно изменилась, но остается местом исцеления и по сей день. Так, место исцеления. Используйте карту души с указанным аспектом, чтобы перебраться в эту постель самим или заместите в ней посетителя со сходным интересом, чтобы побудить его задержаться так. Так, я больной. Мне нужен тут... О, сердечко. То есть сердечко у меня здоровье. Надо просто ночку переждать и все. Но это гостевая кровать-лазарет. Отлично. Сейчас я сюда заночу и вылечусь. Буду пытаться лечиться. А то у меня две души коцаных. И это меня несколько смущает. Зима-то как раз и денег нет. Хорошо. Подождем облака. Ну что, это луна, мотылек. Три нектара. Всякие мигающие растения. Хорошо. Давай-ка мы заселяемся. Пока что я поселю здесь. У меня слишком больной, поэтому в лазарет лежим. Перенесите сюда ваши вещи. Вы сможете отдыхать в этой постели, чтобы восстанавливать карты души или избавляться от недугов. Давай, начинаем. Так, минуту 30. Это долго. Ну, долго-то долго, но на этом надо сконцентрироваться. Хотя у нас 6 раз. Это всего лишь 15 секунд, по факту. А не 90. Так. Теперь это тихое и безопасное место. Насколько вообще могут быть безопасны сны? Так, здоровье изнурено. Моя постель и лазарет. Белые крахмальные простыни и характерный дзынь армейской койки. Добавьте изнуренную карту души, чтобы вздремнуть. Недуг, чтобы его вылечить. Или воспоминания, чтобы сохранить его во сне, но только после наступления ночи. Так, воспоминания можно сохранять. Это вот надо тоже помнить об этом. Я хочу восстановить, например, фиксацию свою. А, но нужен дофига нектары. Постель, укрепляющая питье и достаточная ступень соответствующего аспекта. Описание карты с недугом подскажет, какого именно. Походящим питьем. Чем-нибудь зеленым и успокаивающим. Питье у меня тут... Шесть. Два нектара. Так, ну и здоровье было бы добавило третий нектарчик. Навык. О, внезапно. А, ну потому что... Если я хочу что-нибудь создать, мне придется вылезти из постели. Но если мне нужно исцелить недуг, я мог бы использовать навык или воспоминания с чем-нибудь, укрепляющим, таким как напиток или свежие простыни. Свежие простыни. Корзина с полотенцами. Грустненько, что... Так, а тут что нужно было? Пять неба. Я близок к тому, чтобы начать вкладывать душу, чтобы у меня открылись... Открылись варианты. Облака. Пойду зарабатывать деньги. Два денька поработаю. Смогу кого-нибудь нанять. Ну и плюс время пройдет. Забрать. Начать. Кстати, тут миллион комнат. Грани, сердце, мрачная комната. Окно этой комнаты в несколько слоев закрашено черной краской. Через нее едва пробивается свет. Если не считать этого луча, в комнате темно. Я чувствую очень слабый запах гниющего мяса. Крепота. Тут морг какой-то просто операционный. Заброшенная комната. В верхнее помещение могло быть комнаты отдыха, но кто-то разбил и опрокинул мебель и оборудование. Постельно ползут отростки плесени. Откуда-то сверху доносится резкий отвратительный запах. Ииии. Деньги. Забираем. Колокола и Знания. Нужен чешуя, розы, либо сердце. У меня ничего этого нет. Но есть охота. Еще берег тут этот. Куда податься. Зима, либо луна. Может быть, тетушки там вот эти мне. А, ну тут зима, либо чаша. Тут уже с больной душой не походишь к ним. Ладно. Пролистываем. Не надо торопиться. Время идет на мою пользу, потому что с каждым годом у меня все больше денег, все больше открытых комнат, все больше открытых посещенных гостей. Поэтому время играет на мою сторону. Эта игра про неторопливую вещь. Торопиться здесь не надо. Но вы все-таки можете поторопиться и поставить мне лайк. О, шторм. Четыре сердца. Четыре неба. Мне как раз лечится небом, да? То есть в теории в кроватку я могу. Фост. Я не могу сюда фост положить. Четыре сердца, четыре неба. Либо это можно заклинание потратить, чтобы какую-то книжечку прочитать. Но я бы хотел полечиться чуть-чуть. Так, тут фост тем более нужно. Нектар. Этот рис надо разковыривать. Так, навык какой-нибудь есть? Мне нужно четыре. Какое-нибудь питье, которое даст мне небо. Что вот это за рыбьи? Шелуховый мед. Это не то, что мне нужно. Сунтики там, вот это, астролябии. Все не то. Картину повесить на стену. Креслица. Заварить чай. Хлебушек. Жидкость. Два нектара, одна лампада. На несколько персон. Если я брошу предмин в вагоне, он будет преображен, уничтожен, потерян. Если предмин нужно вскипятить, добавьте карту души, чтобы сделать именно это. Давайте вскипятим чайничек. Вскипятить воду, дать скрытые сущности, проявить себя. Четыре сердца. Кипятим чайок. Тут пытаются свиток мне какой-то продать. За мою бронзовую спинтрию. Давайте мы предложение от Арифаума пока отклоним. Я понимаю, что они там приходят и уходят. Кофе, лев на рассвете. Что дает? Кузня. И лампаду. Укрепляющая. Помогает отдохнуть и восстановить силы. Средство, при помощи которого можно излечиться от недуга, если принять его и лечь в постель. При этом важно заручиться достаточной ступенью соответствующего аспекта. Если иском аспект присущ самому средству, это упростит задачу. А, ну как бы вот, ну лампада. Но мне нужна не лампада. Но он укрепляющий. Чаек. Хорошо. Ну, точнее кофе. Вот чай. Давай мы еще и чай заварим. Хотя погоди. Я хочу немножечко посмотреть, что можно крафтить. Для этого нужно подходящее место работы. Я готов, но к чему? Так, добавьте карту навыка. Това небесная. Песень томления. Вспомнить нежную и грустную песню. Кулака и жаровни с пятой степенью ступени дают песнь томления. Если по-другой есть инструмент, влияние на десятой ступени позволит исполнить еще более чудную музыку. То есть нужно именно инструмент с колоколами кастовать. Тогда там будет что-то будет крутое. Песень томления. Еще более чудную музыку. А тут, а с пироглифом у вас достаточное сердце для рецепта пятой ступени. Но дело почему-то не спорится. Возможно, выбрали не тот навык. Эх, пироглифы не идут. Так, где у нас барабаны, например. Максимально барабаны. Песень томления. Открываем. Еще один фост. Шесть. Вдохновение какое-нибудь. Воспоминание, но не изнуренное. Значит, там можно было бы еще один фост сюда бахнуть. Хм. А на сердце у нас есть? А, на сердце-то у нас как раз и нет. Хотя как. Всякие песни томления, линзы дуэдера. Это не то. Нужны навыки сердечные. Которых у меня нет. Так, дайте подумать. Четыре сердца, четыре неба, да? Это очень можно. С этой наукой можно... Попытаться каком-нибудь книжечку прочитать. К несчастью, четыре нектара. Это не то. Сердце восемь. Кузни четыре. Так, вот четыре сердечка, например. Тема узлы нити. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Хи-хи. Валентин Девульф. Так. Книжка клади сюда. Четыре сердца. Уже будет достаточно, чтобы эту... На греческом. Библиотекарь знает греческий. Знают ли его другие, далеко не факт. А, надо еще как бы, да, убеждаться, что мы даем правильную книгу. Так, ну тут зима. Причем болезненная. Тут луна у меня всякая валяется. Немножко мотылька. А ты что такое? Шесть кузни. Стуки. Чаша. Стуки, стуки, стуки. Шесть неба. Ну, небо, конечно, да, но... Хм. Чувствую зрелище. На самом деле, интересный вариант, если вот эту книжицу с небесной прочитать штукой. Так, скорее всего, нужен телескоп. Да, тут небо. А почему? Потому что сюда инструменты, линзы, там часть души. Что-то там рассматривать. Это, да, это... Не подходит. Нужны столы. Хорошо. Вот этот вроде небесный стол. Давай в хост 5 и, например... Небо, гармония. Сокрытое здесь знание будет моим. Чтобы разгадать эту тайну. У тебя же никаких болезней нет. Отдел, кодекс. Читаем. А пока человек читает... Идем зарабатывать деньги. А то у меня уже полк ровно. Там на одного только наемника. Шиллинг, да шиллинг. Один флорин. Ну, на двух наемников у меня есть денежки. И надо уже начинать языки покупать у ребят. А то... Мой геймплей, конечно, далеко отличается от спидранов. Это не спидран. Так. Содержательное обсуждение параллелей между сновидениями Иппо... Поли и императора Элагаба, которого Иппо-Поли считает подражателем или воплощением солнца в лохмотьях. Белизна лежит на западе, отмечает Иппо-Поли. И зима не станет ждать вечно. Мне повезло, что Элагабал все же отыскал путь к Белой Двери. За Белой Дверью нет речи. Но говоря по правде, Элагабал никогда не был интересным собеседником. Я попытался пройти по его стопам, однако мне не достало познания о Белизне. Если подумать, в этом мне тоже повезло. Но вот что мне все же известно... Что-то там читал, читал... Так. Во-первых, странствие в ночи. Странствие в ночи 2. Что я получил от вдохновения? Если перечитывать эту книгу, то у меня получится небо. Мне как раз вроде неба не хватало, да? Для того, чтобы поспать. Ну, конечно, там не хватало много чего. Надо было лечить душу, на самом-то деле, с такой грозой. Интересно, гроза может продлиться и второй день. Так. Два сердца. Одно небо. Запишем это воспоминание. И... Урок чувства и зрелища. Я лучше понимаю чувства и зрелища. Что тут у нас? Небо и зима. Устойчивость. Урок. Спасибо. Изучаем новый навык. Просто сразу. Последняя возможность эту книгу закупить. Ну, не последняя, но... Книгу еще могут выставить на продажу повторно. Я надеюсь на это. А то иначе получится, что все, книга улетела. Еще один лист на древе мудростей. Так. Что этот нам листик даст? Истихастика не ходу... Ух, крепота какая. Либо фет, либо вист. Фет. Что фет, что вист, что вот такие вот... Это наша часть, что странствует во снах. И тут такие вот... Этот сюда, этот сюда, этот сюда, этот сюда. Чтобы вот эту не качать в нихтодроме. Чувства и зрелища. Небо. Ну, вкладывать или не вкладывать, я буду думать уже, наверное, в следующий раз. Поскольку тут весна близится. Мне нужны грозы. Грозы, чтобы выживать. Чтобы хилиться. Ночь, дождик. Хорошо-то как. Укрепляющая, то есть тоже подойдет. Пьянящая. Скорее, принесите мне чашу вина, чтобы я мог освежить свой разум и сказать что-нибудь умное. Аристофан. Так. На этом, я думаю, эту серию я закончу. Надеюсь, вам все нравится. И вы поддержите меня лайком. Так что, ждите следующих видосов по этой игре. Всем спасибо. Всем пока.